В 1986 году на экраны стремительно ворвался проворный любитель опасных приключений, известный по прозвищу Азиатский Ястреб, которого в киноленте «Доспехи Бога» сыграл Джеки Чан. Он же был режиссером фильма вместе со своим коллегой Эриком Цаном. «Доспехи Бога» являлся совместным производством Гонконга и на тот момент объединенной Югославии. Бюджет фильма составил почти 15 миллионов долларов. Баснословная сумма, как для тех времен, фильма производства Гонконга. Хотя у «Доспехи Бога» довольно-таки широкая география съемок, но именно в Югославии. В 1985 году прошли основные съемки. Джеки всегда славился своим особым подходом к съемкам. Титанической работой на съемочной площадке, умением годно объединять в своих фильмах юмор и крутой экшен. Он не переставал удивлять, да что там удивлять, поражать зрителей своей оригинальной постановкой экшен-сцен. В «Доспехах Бога» он со своей большой и сплоченной командой по обыкновению проделал огромную работу. А съемки выдались непростыми. Здесь Джеки получил одну из самых серьезных травм. Количество всех травм, полученных на съемках, не может сосчитать никто, в том числе и сам Джеки. Но травма в «Доспехах Бога» была очень серьезной, последствия могли быть плачевными. Во время съемок эпизода прыжка со стены на ветку дерева с первого же дубля Чан сам без дублера выполнил этот трюк. Но что такое один дубль для Джеки? Он известный перфекционист, который всегда достигает максимального результата. А чтобы при монтаже было из чего выбирать, надо обязательно снять очень много дублей. Второй дубль оказался фатальным. Ветка не выдержала и под весом прыгнувшего на нее Чана сломалась. Джеки упал и ударился головой о камень на земле. Как следствие, осколок черепной кости вошел прямо в мозг. В срочном порядке Чан был доставлен в Париж, в местную больницу, где была проведена успешная операция, после которой Джеки восстанавливался полтора месяца. Врачи настоятельно рекомендовали ему взять более длительную паузу, чтобы полностью восстановиться. Но кто же их слушал? Чан вернулся и продолжил съемки. На голове актера остался заметный шрам. Изначально по сюжету фильма у азиатского ястреба была короткая стрижка, что мы и видим в начале фильма. Но Джеки вынужден был отрастить более длинную шевелюру, чтобы скрыть шрам. После произошедшего Эрик Цан ушел из проекта и Джеки сам доснимал фильм. В «Доспехах Бога» он снял сцену, которой суждено было стать знаковой в жанре, где герой фильма противостоял массе соперников. Сейчас мы вспомним и детально разберем ту памятную сцену. Для этого мы виртуально посетим одно из старейших и популярных у туристов мест – Придьямский замок, который был построен еще в XII веке и который в «Доспехах Бога» сыграл роль того самого высокогорного монастыря, где базировались служители опасного культа. Здесь было снято множество сцен, как снаружи замка, так и внутри. На время съемок, по договоренности с администрацией замка, все экскурсии отменялись. Территория замка была закрыта для посещений. Но по просьбе администрации, чтобы не закрывать замок на длительное время, некоторые съемки внутри помещений проходили поздним вечером и даже ночью. По легенде, для съемок сцен в монастыре Придьямский замок выбрал сам Джеки Чан во время ознакомительной поездки в Югославию. Спустя годы Чан рассказал, что на самом деле выбором мест занималась отдельная группа из Гонконга, а он лишь подтвердил их выбор и остался очень доволен. Место полностью передавало особую атмосферу монастыря злобных представителей культа. А вот саму сцену поединка с толпой пришлось снимать в павильонах студии, но не было в замке подходящего помещения. Хотя, думаю, на самом деле руководство замка попросту боялось того, что Джеки и его команда разнесут в дребезги во время съемок 150 дублей часть помещений старинного замка их национальной гордости. В общем, та самая столовая культа декорации полностью были созданы с нуля в павильонах студии в Югославии. У Джеки предметы интерьера, которые мы видим в кадре, это не просто для фасона. Они важные участники эпизода. Если в кадре мы видим бочку или стол, значит вскоре они станут участниками самого эпизода. Весь интерьер комнаты был детально создан в соответствии с требованиями Чана. Схемы расстановки мебели в зале он чертил лично. В ту пору команда каскадеров Джеки почти полностью состояла из ребят азиатской наружности. Но оно и понятно. Были и европейцы, но мало. А по сюжету фильма монахи должны быть очень даже европейской внешности. Пришлось студии из Югославии подгонять своих каскадеров, однако во многих сценах поединка участвовали ребята из Азии, команды Джеки. Там, где на голове монаха был надет балахон, либо их гримировали, надевали парики. В общем, полный комплект хитростей и превращение азиата в европейца. Крутой экшен ждал нас уже на старте поединка, когда азиатский ястреб, схватив брус дерева, зажег его и устроил нагоняй плохим парням. Конечно, дерево на самом деле было бутафорским, тем не менее Чану пришлось очень много бегать с ним с повисшей на руках актрисой Розамундой Кван, которая в кадре не всегда успевала за быстрым Чаном. Ко всему прочему, огонь часто газ. Операторы фильма отдельно снимали крупные планы Джеки с факелом Надежды, а затем снимали план из-за спины азиатского ястреба, который отгонял псевдо-монахов, а они прыгали как саранча на стол, после чего сразу же давали задний ход. Очень много дублей, я бы сказал, огненных дублей было снято тогда. В финале факельного действия монахи выбивали из рук Чана горящую деревяшку, опрокинув стол, причем надо было снять так, чтобы факел остался зажатым между столом и колонной. Они должны были сработать синхронно. Чан отпрыгивал назад, когда стол впечатывался в колонну. Оставшись без огневой поддержки, на ястреба тут же нападали плохие парни. Четверо монахов, которые использовали против него не только руки и ноги, но и бочку. Уже на старте поединка ястреб пропускает удары. Это и была логичная задумка Джеки Чана, ведь в противостоянии с таким количеством соперников пропускать удары – это суровая неизбежность. После того, как миловидная азиатская дама вместе с незадачливым Алланом наконец-таки покидали зал, герой Джеки продолжал поединок у края стола, виртуозно разбрасывая оппонентов, чередуя удары ногами. Потрясная вертуха и последовавший затем удар в голову, после чего Чан оказывается на столе. Здесь он эффектно скатывается со стола через скамью на пол. В одном из дублей в кадре был задействован дублер, хотя сам Джеки, несмотря на повреждения, выполнил тот трюк сам. Далее Чан в кадре товарит нападавшего, разбивая будто форский горшок, который при падении соперника разлетелся в дребезги. Здесь от каскадера требовалось правильно упасть, и хотя не сразу, но он сделал это, свалившись так, будто его снес бульдозер. Далее еще один эффектный эпизод – синхронная работа каскадера, когда Джеки, оказавшись на столе, наносит удар в прыжке двумя ногами. После этого он оказывается спиной на скамье. Следующий дубль, Джеки, переворачиваясь, таки соскакивает со скамьи, которую вытаскивал монах в комичном парике, после чего он ногой в лучших традициях футбольных мастеров запускал в него бутафорским кувшином. Понадобился целый съемочный день, чтобы снять тот эпизод. Далее Чан продемонстрировал нам еще своих способностей из арсенала футбольных трюков, запустив главаря местных яблоком. В титрах фильма он значится как «Шеф Лама», после чего последовательно наносил удары руками, а затем смачным ударом вынес шефа со стола. Эту роль сыграл актер Джон Ладальский. Однако в эпизоде «Падение со стола» был задействован каскадер. Сам Ладальский пытался выполнить этот трюк с падением, но ничего из этого не вышло. Только колено себе расшиб. Далее азиатский ястреб завершал бой, эффектно завалив чувака вооруженного тарелкой. Здесь Джеки разбивал бутафорскую тарелку, после чего наносил удар с разворота, а затем с носка выносил тело со стола. И вот здесь каскадеру требовалось упасть спиной на скамью, а затем слететь с нее на пол. И здесь было снято множество дублей, ведь у Джеки не бывает мелочей. Есть лишь важные детали, составляющие сцены поединка. Эпизод сняли в два этапа. Первый крупный план камеры находится за спиной Джеки, и второй завершающий каскадер, сложившись в эффектном прыжке, падает на скамью, а уже сразу же затем на пол. Всего в той сцене Джеки положил 22 человека. Однако после премьеры фильма продюсер Леонард Хо говорил о том, что там было 25 человек. Пересчитав всех присутствовавших в монастырской столовой, скажу вам, что в зависимости от кадра количество соперников менялось от 19 до 22 человек. Но мы можем согласиться с продюсером, так как зал большой и все монахи попросту не попали в кадр. В общем, подытожим. 25 представителей культа, которых в адреналиновой схватке завалил азиатский ястреб. Команда из Гонконга проделала большую работу. Чтобы снять 10 секунд сцены поединка, зачастую требовался почти целый съемочный день. Одна маленькая помарка и все. Дубль к монахам испорчен. Начинай по новой. Долгая и кропотливая работа по достижению истина Джеки Чановского качества. Во время съемок того эпизода один из каскадеров вывихнул плечо, другой сломал ребро. Ныне предъямский замок, расположенный на территории Словении, продолжает свою просветительскую деятельность, активно принимая туристов. Где им также рассказывают о том, что здесь снимал свой фильм сам Джеки Чан. В общем, старые стены замка благодаря доспехам бога обзавелись хорошей, главное, многолетней рекламой. Та сцена поединка и по сей день является одной из лучших в жанре, где один человек противостоял на экране массе соперников. В доспехах бога было еще много высококлассного экшена и качественных сцен поединков. Азиатский ястреб был очень хорош, но это уже другая история. Сегодняшняя подошла к концу. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!